В Эльбрусском районе в выборах приняли участие около 15 тысяч избирателей. Здесь голосовали не только местные жители. С открепительными удостоверениями на участке явились туристы и отдыхающие. О том, как проходили выборы у подножия горы Счастья, расскажет Наталья Булат. На самых высокогорных избирательных участках было оживлено практически с момента открытия. Первые избиратели Терскола, в основном туристы, спешили проголосовать и подняться на склон. Правильная гражданская позиция любого человека, которому небезразлична судьба нашей страны. В любом случае даже нет возможности проголосовать по месту прописки, взять открепительные и проголосовать там, где это представится возможным. Хотелось бы, конечно, видеть улучшения во всем, в социальной сфере прежде всего. Чтобы пенсии у нас у стариков были нормальные, чтобы благосостояние повысилось. Участок в Эльбрусе в большинстве своем также принимал избиратели под крепительным удостоверением. Здесь в основном голосовали пограничники. На сей раз к ним присоединились и ученые мужи. На научной базе КБГУ в эти дни проходит международная конференция. Участие в ней принимают только россиян, около сотни. Я вижу очень много молодых, которые занимают активную позицию и считают, что выборы для них важны. То есть исчезла вот эта тенденция, которая была раньше, а как бы я ни проголосовал, ничего не изменится. В целом, ну, чтобы все-таки не было большого различия между теми людьми, ну, или выникающими олигархами и людьми, которые находятся за нижнюю гранью существования. Мы ждем перемен от власти, чтобы власть задумалась, чтобы прислушалась к мнению людей, чтобы все-таки какой-то взгляд на перспективу был. Всего в Эльбруском районе в день выборов работал 21 избирательный участок, 4 из которых были оборудованы комплексами электронного голосования. Как ими пользоваться, пожилым людям объясняли специалисты, сельские жители. На участке начали пребывать ближе к обеду. В этот день им предстояло выбрать и депутатов местного самоуправления. Наталья Булат, Эдмир Сабанчиев, Вести.